Девушки отдыхают На Украине российский телеканал Дождь. Добро пожаловать. И обнародованы даже предварительные результаты расследования. Незадержанные люди, которые совершали преступления прямо на камеру, о чем свидетельствует многочисленное видео свидетельство. Конечно. Чем отличается демократическая Украина? Не только тем, что вам дают слово на пресс-конференции президента, но еще и очень важной позицией. Мы отчитываемся о самых сложных страницах нашей истории, в том числе и о событиях 2 мая. По этому поводу трое привлечены к ответственности. Один из организаторов, замначальника милиции Фучиджи, находится в бегах. По данным нашей спецслужбы, он находится в Приднестровье, периодически посещая Россию. Мы бы попросили у вас помощи. Вы дайте нам его. И вторая позиция. Я, как президент страны, привлек investigation panel, то есть расследовать Следственную комиссию Совета Европы для обеспечения прозрачного, непредвзятого расследования событий на Майдане и событий в Одессе. Мы эффективно взаимодействуем с генеральным секретарем Совета Европы, господином Ягландом. И немедленно, как только нам будет выдан основной подозреваемый, который выдавал оружие и обеспечивал атаку и огонь провокационный против одесситов, что это расследование будет свободным и непредвзятым. Ну и, как вы слышали, на поставленный вопрос корреспондента Первого канала президент Порошенко так и не ответил. На данный момент расследование массовой гибели людей в Одессе, по сути, практически остановлено. Комиссия Верховной Рады представила свой доклад, но так и не смогла определить причину трагедии. После сотен экспертиз украинские специалисты заявили, что у них нет необходимого современного оборудования. А комиссию областного совета в самой Одессе вообще попросту ликвидировали. В российском МИДе сегодня заявили, что все это говорит о том, что киевские власти не только не могут, но и, очевидно, не хотят заниматься реальным расследованием. Как подчеркнули российские дипломаты, скорее всего, это связано с тем, что преступления были совершены радикалами, которые имеют большое влияние на политическую жизнь Украины. Кроме того, о том, что в Киеве намеренно затягивают расследование, неоднократно заявляли и представители международных правозащитных организаций. Продолжение следует...